я приветствую вас на своем канале и сегодня мы будем шить одеялко в стиле бомбон для этого нам понадобится квадратики белые размером 15 на 15 также цветные квадраты размером 20 на 20 ткань для обратной стороны одеялко также синтепон по желанию у меня соточка также наполнитель лучше использовать любя же пух он более пушистый и легкий если использовать шарики то одеялко будет очень тяжелая также нам понадобится карандаш ножницы линейка сантиметровая лента также понадобится схема нашего одеялка чтобы нарисовать схему нам нужно для начала определиться с размером одеялко у меня будет одеялко размером 7 на 9 квадратов это примерный размер 91 на 117 чтобы примерно определиться с размером своим допустим вы хотите чтобы одеялко было размером 100 на 120 вы это берете 100 сантиметров делите на 13 сантиметров так как вот эти вот белый квадрат и сейчас они 15 на 15 сантиметров но когда мы будем их сшивать вместе они станут меньше размером примерно 13 на 13 сантиметров и мы этот размер примерно и берем в расчет то есть получается 100 сантиметров делим на 13 и получаем там 7 и 6 квадрат значит можно брать 8 квадратиков точно также с длинной стороной у меня получается 91 на 117 приблизительно я буду шить из 4 расцветок и поэтому нам понадобится получается 7 на 9 получается 63 квадрата нам понадобится 63 белых квадрата размером 15 на 15 и 63 цветных квадрата размером 20 на 20 сантиметров чтобы было проще нарисовала схему для себя у меня четыре расцветки и я сделала обозначение в итоге у меня получилось так что зигзагов у меня должно быть 15 квадратов и всех остальных цветных квадратов по 16 штук количество цветов и квадратиков будет зависеть еще раз повторюсь от вашего размера одеялка белой ткани у меня ушло где-то 105 сантиметров посчитать можно тоже вот например приблизительно если ширина ткани у нас где-то 150 сантиметров тогда в ширину у нас будет 10 квадратиков и допустим у вас вышло что нужно 70 квадратов и получается нужно 7 вот таких частей 7 полосок по 15 сантиметров и уже умножаете получается 7 на 15 получается вот как у меня 105 сантиметров и вот так вот уже рассчитывайте исходя из количества квадратов цветных квадратов на мое одеялко ушло приблизительно по полметра каждого цвета если бы я из одного цвета шила тогда бы вышло приблизительно это метр восемьдесят около двух метров где-то так потому что они под 20 на 20 сантиметров вот такие квадратики не обязательно брать белого цвета вы можете из любой ткани из любых остатков так как ее видно не будет это будет находиться внутри часть потом будет еще слой синтепона и цветной ткани чтобы легче было вырезать квадратики вы можете нарисовать вот такие вот вырезать шаблоны тогда может будет легче можно так раз было разложить ткани начертить как вам удобно теперь нам нужно взять наши квадратики отмерить с каждой стороны середину как на маленьких так и на больших на каждом квадрате можно вот я взяла несколько квадратов чтобы было легче и берем делаем маленькие надрезики чтобы когда мы делали наш бомбон чтобы мы могли смогли ровно совместить квадратики чтобы получились ровные складочки вот таким образом такие вот маленькие отсечки точно так же на всех белых квадратах и на всех цветных отмеряем середину и делаем по четырем сторонам насечки когда мы сделали насечки берем белые квадратики складываем либо вот так либо по диагонали как вам удобнее я буду так складывать и делаем надрез сантиметра три это вот так вот чтобы можно было потом запихать туда пух наполнитель так делаем со всеми квадратиками можно даже взять по несколько штук чтобы быстрее было если ножницы возьмут и так вот все белые квадратики делаем когда мы сделали прорези в белых квадратиках берем их берем большой квадратик вот так вот совмещаем уголки и закалываем их булавками чтобы все ровненько вот так вот вот так вот теперь чтобы сделать складочку мы совмещаем вот эти вот наши прорези друг с другом вот так вот придерживаем и делаем складочку вот сюда справляем делаем складочку к этой к этому надрезу сначала будет получаться не очень потом когда вы уже под конец будете закалывать эти бомбоны уже будет лучше получаться и точно так же вторую складочку вовнутрь и закалываем берем следующую сторону опять же совмещаем так вот так вот скалочку вот сюда к середине закалываем вы можете закалывать сразу две складки но я закалываю по отдельности в смысле вот так вот делай складочки можно закалывать их перпендикулярно не легче так я буду вот так закалывать так мы делаем со всеми нашими четырьмя сторонами такой весь складочки на мой взгляд самый сложный но зато бомбоны получаются так красивее можно заложить складочку например было в одну сторону вот так вот чтобы они шли по часовой стрелке но еще раз повторю и бомбоны получаются красивее когда складочка встречная вот таким вот таком вот такая у нас получается заготовочка здесь дырочка есть вот так вот если у вас не хватает будет булавок то можете обратиться опять же к своей схеме и сначала сделать первый ряд потом их сострочить вместе потом так вот по очереди я так буду делать теперь также делаем все наши квадратики когда мы сделали наши соединили наши квадратики нужно прострочить по краю где-то на 03-05 сантиметра то есть закрепить наши квадратики что потом было удобно их сшивать я покажу где прострочила вот так вот не забываем делается крепко вначале и в конце строчки а вот что у нас получилось теперь берем нашу схему чтобы было легче и раскладываем по схеме наши квадратики так чтобы они их можно было пристрочить вот таким образом мы складываем лицом к лицу и прострачиваем но уже на ширину лапки где-то на 0,7 сантиметра сначала вот так потом к этой части следующую пристрачиваем также лицом к лицу складываем и вот только надо светить обязательно чтобы у нас рисунок совпадал как у нас идет рисунок здесь например горошек без разницы а здесь вот короны они их то есть боком их лучше не делать так вот и опять же пристрачиваем и так все остальные по очереди можно скрепить булавками я не буду скреплять я буду так прострачивать также не забываем делать закрепки и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 потом я покажу как дальше сшивать эти полосочки после того как мы сострочили квадратики полоски нам нужно соединить эти полоски аккуратненько размещаем чтобы вот эти вот линии у нас совпадали чтобы не было перекосов так вот накладываем друг на друга и лучше всего серединке совмещаем наши эти полосочки и желательно чтобы эти вот складки они смотрели в разные стороны мир сюда они смотрят налево здесь направо с этой стороны чтобы машинке легче было прострочить вот так вот мы совмещаем и скалываем булавками вы можете не скалывать булавками но я думаю так надежнее таким образом скалываем все наши полосочки далее берем на машинке точно также прострачиваем на ширину лапки либо на сантиметр таким образом соединяем наши полоски на прострачиваем также следим чтобы наши складочки такие одна смотрела в одну нижние в другую вот такая у нас деталька получилось как видите наши центры совпали все красиво ровненько вот так красиво получается и таким же образом мы пристрачиваем все остальные полоски соединяем так наше одеялко вот что у нас в итоге получилось вот наша изнаночная сторона теперь нам нужно измерить нашу длинную сторону и короткую сторону то есть измерить все наше одеялко у меня получилось девяносто шесть с половиной на сто двадцать три сантиметра размер больше чем я считала изначально так как я брала вот здесь вот когда прострачивала я прострачивала на ширину лапки а не на сантиметр в итоге одеялко получилось больше изначально я считала что она будет размером девяносто один сантиметр на сто семнадцать сантиметров так теперь мы берем когда мы измерили наше одеялко вырезаем такой же прямоугольник такого же размера из ткани и из синтепона когда мы вырезали синтепон ткань складываем одеялко следующим образом на самый низ мы ложим синтепон дальше ткань лицом вверх и наши бомбончики лицом вниз то есть ткани должны лицом к лицу лежать все аккуратно складываем берем булавки и скалываем булавками по всему периметру чтобы можно было прострочить швейной машинке когда мы скололи все наше одеялко булавками прострачиваем на швейной машинке по краю по всему периметру где-то на ширину лапки либо на сантиметр при этом там где вам удобно нужно оставить место это так чтобы можно было вывернуть потом одеялко уже с набитыми бомбонами то где-то сантиметров 45-50 где-то так где-то вот я думаю где-то столько будет достаточно теперь прострачиваем нам прострочили наша отделка по периметру это отверстие тоже мы оставили слой синтепонной ткани можно еще по краешку простросить чтобы легче потом было сшивать по тайным стежком страшку прострочила если есть какой-то лишний синтепон по краям то вот уже нужно обрезать теперь начинаем наполнять наши бомбончики берем не даже пол и начинаем аккуратненько наполнять через эти отверстия что мы прорезали количество пуха будет зависеть от того как вы хотите какие что были бомбончики сильно набиты средне набитая либо мало набита вот так вот он будет выглядеть с этой стороны лицевой думаю нормально в принципе можно еще чуть-чуть добавить теперь берем иголку с ниткой и вручную зашиваем это вот наше отверстие чтобы наш пух потом уже в процессе стирки обратно не вылез в одеяло и и и вот таким вот образом мы набиваем и зашиваем все наши бомбончики когда мы зашили все наши квадратики нам нужно срезать уголки вот так вот вырезаем вот таким вот образом все четыре уголка теперь можно приступать к выворачиванию нашего одеялка я буду выворачивать самых дальних уголков начиная таким вот образом уголки можно выбрать палочкой вот такая у нас красота получилась с этой стороны обычная теперь нам нужно это отверстие аккуратненько заколоть булавками тут вот аккуратненько загнуть так вот во внутрь можно сначала одну сторону закрепить булавками и вторую и вот так вот потайным стежком прошиваю либо если не хотите потайным можно и в край застрочить на швейной машинке но лучше конечно потайным стежком чтобы не было заметно вот этого вот шва вот я зашила отверстие потайным стежком ничего не видно также если у вас появится желание можете прострочить одеялко слегка по кранушку чтобы закрепить эти два слоя либо между бомбонами и получится здесь тогда простегано ну или вот аккуратненько аккуратненько пару миллиметров по краю если хотите размер моего одеялка готова получился 93 на 117 сантиметров в итоге и наполнителя у меня ушло один килограмм достаточно такое тяжеленькое поэтому я не советую брать в качестве наполнителя шарики потому что тогда будет отделка очень тяжелая если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до встречи